МЕЛОДРАМА МИСТИЧЕСКИМ ТРИЛЛЕРОМ, ГЕРОИЧЕСКИМ ЭПОСОМ, К ЭКШЕНАМ. ПСАЛОМ 51 НЕСЁТ НА СЕБЕ ПЕЧАТЬ ВОСПОМИНАНИЯ О ТОМ ВРЕМЕНИЕ, КОДА ДАВИД БЫЛ СТРАННИКОМ И БЕГЛЕЦОМ. ЧТО ХВАЛИШЬСЯ ЗЛОДЕЙСТВАМ СИЛЬНЫЙ, МИЛОСТЬ БОЖИЯ ВСЕГДА СО МНОЮ. ДАВИД УБЕГАЛ ОТ ЗЛЫХ ЛЮДЕЙ И МОЛИЛСЯ БОГУ. Так один святой в ответ на вопрос, кто научил тебя молиться молитвой Иисусовой, отвечал – бесы. Почему? Потому что они тревожили и скушали, нападали и мучили, а я смирялся и молился. Так Давид учился молитве в различных злоключениях. ЧТО ХВАЛИШЬСЯ ВО ЗЛОБЕ СИЛЬНЫЙ, БЕЗЗАКОНИЕ ВЕСЬ ДЕНЬ, НЕ ПРАВДУ У МЫСЛИ ИЗЫК ТВОЙ, ЯК У БРИТВОЙ ЗА ЧРЕНУ СОТВОРИЛ ИСИ ЛЕСТЬ, ВОЗЛЮБИЛ ИСИ ЗЛОБУ ПАЧЕ БОДАЛЬНЫЙ, ГОСТЫНИ, НЕ ПРАВДУ НЕЖИ ГЛАГОЛОТИ ПРАВДУ, ВОЗЛЮБИЛАЙСЯ ВСЯ ГЛАГОЛОЙ ПОТОБНЫЙ ЯЗЫК ПОЛЬСТИ. ПСАЛОМ 51 – это заочный диалог с человеком, настроенным на зло. Давид не видит его, но обращается к нему. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. Ты любишь более зло, нежели добро, более ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, и изринет тебя, и исторнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Сын Давида Соломон сказал в притчах, что наручно и посмеятельно бывают нечестивых пагуба. Наказание злодеев, особенно ежели оно совершается внезапно, так, например, гибель Ария, еретика, который умер, у него расторглась чрева в городской уборной. Это действительно наказание Божие, и оно для одних служит устрашением, а для других – подтверждением могущественно действующих в мире нравственных законов. Злодей будет наказан всегда. Святой Николай Сербский однажды даже так сказал, «Хочешь быть пророком? Говори всем, что добро будет награждено, а зло наказано, и никогда не ошибешься». Видя гибель нечестивых, праведники даже могут радоваться. Хотя, конечно, трудно понять, как можно радоваться при виде страдающего человека, однако не будем забывать, что псалмы все-таки – это ветхозаветные молитвы. И тогдашние люди дерзали даже умывать руки в крови нечестивцев, и радовались тому, что Господь проявил свое могущество и наказал злодеев. Узрят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут, «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействии своем». То есть праведникам будет радость не только смерть нечестива, и не столько эта смерть, сколько зрение того, что Господь продолжает промышлять над миром и наказывает тех, кто достоин наказания. «Сам же Давид, несмотря на то, что находится в изгнании, уповает на Господа и сравнивает себя с зеленеющей маслиной. Я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, уповаю на милость Божию вовек и вовеки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты сделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». В Дому Божием маслин нету. В Дому Божием, в том Иерусалимском храме, который Давид хотел построить, не должно было никаких быть растений. Имеется в виду тот Божественный сад, в котором мы с вами встречаемся, тот Божественный сад, который Господь насадил, который не вянет и не устает приносить плоды, тот Божественный сад, в котором мы с вами день в день встречаемся для того, чтобы вкушать сладость с отягченных ветвей и наседать свою душу бессмертными словами царя Давида. До встречи, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok